В субботу ночью дважды за сутки в сводке ГИБДД фигурировал перекресток улицы Запариной Амурского бульвара. Через 10 часов после первого столкновения здесь произошла еще одна авария. На этот раз один из автомобилей участников оказался лежащим на крыше. Если один сугроб смягчил падение иномарки, то, по словам водителя Субару Лукра, другой стал причиной крушения. Водитель малолитражной иномарки с экзотическим названием ехал по бульвару в направлении остановки агентства Аэрофлота. Водитель Ниссана Глория двигался по улице Запарина, главной дороги. Заметив друг друга, автолюбители даже предприняли попытку разъехаться. Один нажал на педаль акселератора, другой силой надавил на привод тормозов. Остановиться старался водитель седана, имевший в данном случае неоспоримое преимущество. Ну я увидел, когда он там был, а я еще там был, по тормозам, а она же так не тормозит, как это, бесполезно. Он говорит, я уже понял, что сейчас будет, и наоборот газу дал, чтобы проскочить. Ну и получилось. Я его вбок и все, он на этом сугробе подпрыгнул. Водитель Субара утверждал, что заблаговременно увидеть шофера Глории ему помешал сугроб, оставленный после очистки проезжей части дорожными службами. Однако второй водитель заявил, что плохой обзор – это повод остановиться и осмотреться, а не ломиться вперед. Этого же требует и знак, установленный перед перекрестком. Всю жизнь езжу, я знаю, что здесь уступить дорогу надо. Я тут приторможу по-любому. Сугроб, не сугроб. Не было бы сугроба, я бы пролетел. А сугроб наоборот надо тормозить, потому что я понимаю, что автомобиля может быть и не видно. Водитель Субару возвращался домой с левого берега Амура. Там он помогал своему знакомому, увязшему в снегу, вытащить снегоход. Виновником ДТП будет признан именно он. Пострадавших в этой аварии нет. С места происшествия Сергей Полуэктов, Анна Карпова и Павел Рогатин.